Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, записанного я, Демастер, и это у нас очередная серия сериала «Жизнь не зомби». Мы очень старались, а также под конец будет очень много крутых фейлов, поэтому смотрим до самого конца. Вот, ребятки, желаю вам приятного просмотра, серия получилась вообще офигенная, приступаем. Уже две недели прошло с тех пор, как Лину покусал зомби, она превратилась. С тех пор я не могу нормально спать, есть, и вообще ничего не хочу. Мне реально очень плохо. Я не могу перестать думать, я постоянно думаю о том, что было бы, если бы она не пошла бы в эти экспедиции, где-то я сказал ей, давай ты будешь ходить со мной и так далее. И я чувствую себя виноватым в том, что ее покусали. Каждый день мы собираемся с Максом и думаем, что же можно с этим сделать, потому что я думал, что все будет хорошо, я думал, что мы просто точно так же, как и меня, превратим Лину обратно в человека, но что-то пошло не так. Уже две недели прошло, она не придает никаких признаков жизни, наоборот, проявляет большую агрессию, как обычный зомби. Это очень странно. Пожалуй, отправлюсь в лабораторию и посмотрю, может, сегодня хоть что-то изменится. Каждый день, каждый день, когда я хоть как-то умудряюсь заснуть и просыпаюсь с утра, я думаю о том, что, может быть, сегодня, сегодня я приду, и она заговорит со мной. Но пока что этого не произошло. Надежда еще не умерла у меня, поэтому я иду в эту лабораторию и смотрю на нее, но мне так, мне просто больно, больно на нее смотреть. Эй, Дэ. А, да, что такое, Винджи? Я очень соболезну тому, что Лина обратилась в зомби. Да, спасибо, братан, спасибо за поддержку. Удачи. Да, пока. Постоянно все вокруг напоминают мне об этом, говорят, о, типа, ты мастер, я тебя поддерживаю, поддерживаю, допустим, в жопу засуну свою поддержку. Реально, просто уже месяц. В первые пару дней я еще, типа, думал, да, 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 но сейчас, каждый день, они мне это говорят, и от этого не становится легче. Надеюсь, хоть сейчас что-нибудь Макс придумал, разыскал. Да, да, спасибо, спасибо. О, Макс, 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 привет, это я, Дэ. Привет, Дэ, да, да, ты чего, ты чего хотел? Я вот это, как раз бьюсь с новым вот препаратиком, чтобы Линя хоть лучше стала, а то это полная жесть. Ей только хуже, Дэ. Да, я понимаю, то есть ты ничего еще нового не нашел, вишь, где эти круеди под глазами, мешки, короче, и ты не сплю уже два с половиной дня, я вот сижу на кофе, вообще, я не прекращаю его пить, если хочешь, можем дойти до Лины, сам посмотришь, что я как. Тяжело мне. Почти. Мне тяжело на нее смотреть, Макс, я не могу просто, это очень больно, и когда я вижу, у меня просто сердце начинает болеть. Я понимаю тебя, Дэ. С каждым днем ее все хуже и хуже, брат, я не могу просто, я не могу на нее смотреть. Я понимаю, да, ты уже совсем стал человеком, ты уже совсем другой, а вот она превращается в зомби, и этот процесс пока совсем необратим. Да, брат, я, я не знаю, то есть ты еще никаких вариков не нашел? У нее, понимаешь, раньше всей этой разработкой очеловечиванием Лина занималась, и вообще другие вещи делал, я сейчас копаюсь в ее чертежах, смотрю ее разработки, сам что-то придумываю, но это пока полная жесть. Ну, Дэс, понимаешь, я никогда не занимался очеловечиванием до последнего времени, пока Лина не стала зомби. Вот, и теперь ее разработками занимаюсь, и я продолжаю ее дело. В общем, пока никаких результатов, но я думаю, что мы... А, братан, а что у тебя здесь делают? Бургер? Не трогай мой бургер, это моя единственная еда за последние 4 дня. Ты пьешь кофе и ешь бургеры? Погоди-ка, Макс, может ты, может ты уже давно изобрел машину времени, дебордируешься в прошлое, и получаешь все достатки нормальных людей из прошлого, и с нами не делишься, а? Эээ, нет, просто вчера приезжал торговец, который привез нам еду. И у него были бургеры? Да, у него были бургеры. И ты линии купил? Я думал, все знали. А, я не знал, нет, не знал, нет, не знал. Ладно, давай посмотрим, что с Линой. Ну, бургер, конечно, это классная тема. Хочешь, я тебе отдам свой нож за бургер? Нет. Автомат. О, да-да-да, давай. Нет, ладно, автомат за бургер не отдам, я же не настолько псих. Вдруг он, на самом деле, из какими-нибудь кресиных этих личинок. Главное, пойдем посмотрим, что там с Линой. Пойдем посмотрим на Лину, да. Да-да-да, так. Кобец, а что с остальными зомби, которые новые? С остальными все как обычно, остальные очень хорошо очеловечиваются. Я немножко улучшил рецептуру Лины, и теперь гораздо большее количество зомби подвергается очеловечиванию более успешному. Раньше выживал-то, дай бог, два из десяти, а теперь каждый четвертый становится человеком. Скоро у нас будет больше рабочих, и шахта будет расширяться. Все понятно, бургер. Все-таки думаешь, это все из-за того, что она только сейчас заразилась, а зомби остальные, им просто уже по 10 лет, они как зомбари, да? Да-да, неизвестно, какой срок должен пройти, чтобы зомби могли стать людьми. Лина сама об этом писала, но я не знаю, сколько времени должно пройти. Свежие зомби... Ну вот, посмотри на нее. Свежие зомби... Я не знаю, как их обращать. О, боже, я не могу не вследить. Лина, Лина. Лина, я бы рекомендовал не подходить близко. Да, но она вроде сейчас успокоилась. Свежие зомби еще более агрессивны, чем... Вчера она прям кидалась на клетку, но теперь что-то видишь вроде в порядке. Ну да, я не знаю, что с ней делали. Эта, ребят, военные, никто не знает, в ней ничего не кололи. Не, ну да, странно, странно. Ты мазь понаблюдай, я не могу на это смотреть. Да, давай, хорошо. Лина под контролем, я поставил за ней слежу. О, привет, Дэ. Мой первый вдак, Абдулбек, сломал руку, поэтому взял на замене своего второго брата Ержан. Ага, понял, понял, да. Стой, стой, эээ. Ты мне обещал рабочих, а так где они? Ой, блин, инвалидов. Утро носить какие-то блоки, он одет в какую-то нерабочую форму. У тебя какая-то эпилепсия, да чё так бегаешь до сюда? У меня есть так всегда. А, понял, да. Ну, в общем-то, ладно, хорошо, я поставлюсь. Стоп, мы с моим братом работаем под кровь, а помощи до сих пор нет. Ты где, когда принесешь рабочих? Кратуцы, я как патолиржан, у меня большой баклажан. Ты чё, тупой, заткнись, не перебивай меня, ты сломаешься, как наш брат. Тупой. Ну всё, хорошо, брат, я не приведу рабочих, не переживай. Сегодня хотя бы один придёт, вот, эээ, мамой клянусь, брат, понимаешь, всё, всё будет сегодня, а, всё, да. Ну это не уговорить, я вообще-то ручка. Давай-давай, брат, давай. Эй, дэ, 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 да, что такое, Макс? Там приехал какой-то торговец, в общем, химическая лаборатория, им принадлежит уже последние лет пять, бывший завод медикаментов. Может быть, они что-то придумали, разработали, я не знаю, можешь сам сходить с ними поговорить, я ещё не выходил наружу. Да, хорошо, Макс, я постараюсь узнать, может, они за эти пять лет нашли какого-нибудь лекарства от зомбивируса или что-то ещё, или может, ну и владеть какой-то информацией, постараюсь разузнать. Да, если что-то узнаешь, сообщи мне, я думаю, я посильно. Да, ты пока присмотри, Залина, пожалуйста, ещё, я просто не могу на неё смотреть, прям пипец какой-то. Можешь на меня рассчитывать, да. Да, всё, давай, давай. Так, надеюсь, хоть у этого торговца, прибывшему издалека, есть хоть какая-то информация. Ладненько. Кажется, он вон там, да? Да, да, вижу, какой-то новый фургон здесь появился. О, гражданин-то! Здравствуйте, знакомьтесь, это мой, короче, братишка, Крэки-55. Интересно, да, интересно вам, да? А, да, Крэки, привет, 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 да, привет. На самом деле, это, короче, сынуля, сисястой бабули. Ну, вы понимаете, о чём я. О, блин, Нептун, ты запарил уже с этой фигнёй всей, да? Ты постоянно каким-то тёлкам клеишься, ты их меняешь. У нас, вроде бы, женщин не так много осталось после зомби-апокалипсиса, а ты их меняешь, их перчатки, ну, ты, конечно, бабник, а? Ну, ладно, развлекайся, как хочешь, развлекайся. Все, хорошо, хорошо, я не понимаю, что у него вообще в голове творится. Странный парень. Любовидение. Так, здравствуйте, здравствуйте, уважаемый, здравствуйте. О, господи, за счёт как подкрадываешься. Здорово, не знакомьтесь, подходи. Экбо, смотри, покупай медикаменты, да, лекарства, таблетки, там, бла-бла-бла, прочее дерьмо. А, ну да, да, окей, меня зовут Дэ, как вас зовут? Меня, это, Донг, ну, обычно называют мистер Донг. А, мистер Донг, мистер Донг, приятно познакомиться, выглядите такой этот солидный деловой человек, ну, сразу видно, шарите в таблетках всяких. Я знаю, что он, хотел спросить, а вы откуда приехали-то к нам, в принципе, в наш городок? Да, это из соседнего города. О, а как город ваш называется? Не, не ваш, криптогород. Криптогород? Интересно, ни разу не слышал. Что, что, и откуда там конкретно-то из криптогорода? А, ну, короче, там была сначала фабрика по производству кирок, а потом владельцы куда-то исчезли бесследно вообще. Вот, а через 150 лет там, в итоге, эту фабрику переделали в химзавод. А, понятно, понятно. Ну, интересно, курс истории, конечно, сейчас, после зобиапокалипсиса, наверное, никому это будет неинтересно знать. Вот, но, вы мне лучше скажите, то есть, вы последние 5 лет в этом, значит, и сколько там, просто СШ-5, да, в заводе, да, там работаете, да, то есть, вы, наверное, какие-то исследования проводите, да? Ну, получается, мы 5 лет назад захватили завод по лекарствам, после зобиапокалипсиса, и после этого начали делать новые разработки, делать свои лекарства. Ну, вы даже делаете свои лекарства, разрабатываете, это круто. Да, да. Это, это интересно, интересно. Знаете, у меня, мне нужна такая информация, может, вы знаете что-нибудь, как бороться с зомби-вирусом, то есть, может, есть какие-то у вас лекарства, чтобы зомби сделать человеком, слышали про такое? Ну, возможно, возможно. А, вы не хотите мне говорить просто так, ну, давайте так, я за информацию готов вам что-нибудь предложить, что напрячет этого очень крутого свекольного супа, не хотите? Чё? Ты за кого меня держишь, за колхозника, что ли? Блин, извините, извините, ладно, может быть, крутой калаш автомат калашникова в состоянии с обоим F30 патронов? Хо-хо, не, ну, как бы, да, давай. Хорошо, вот, держите. Ничего себе. Не, ну, ладно, хорошо. А, ну, на самом деле, вас кто-то обманул? До свидания. Чё, чё, эй, 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 мужик, открой верь, открой, эй, куда ты тачку завёл? Эй, остановись, остановись. Так, а ты, другий вверх. А, шо, что? Я сказал. А, фух, это ты, да, ой, господи, я уж подумал, что ты наш лунчик, который ворует у нас еду, представляешь? Мэр Пэйн, он уезжает, он уехал. Ладно, неважно. Ну, да, ну, что? Он мне калаш украл. А, он тебе калаш украл? Ну, блин, бывает, ты слишком доверчивый, мне кажется. Я слишком доверчивый, он меня обманул, информацию мне не предоставил. Вот, гад, ещё и уехал. Блин. Это, Мэр Пэйн, эй, хорошо, что я, кстати, вас встретил, да, Мэр Пэйн, а чё вы давно к нам с Линой в гости не заглядывали, а? О, Мэр Пэйн, как же ты меня задолбал, я тебе каждый день повторяю эту шутку, в 20 раз звучит уже не так смешно, братан. Лина, стала зомби, её покусали, ты чё, тупой, ты забыл? Я тебе вчера об этом говорил, я позавчера говорил. Ты каждый день будешь надо мной издеваться, а каждый день будешь надо мной издеваться. Да прости, всё, не ори, не ори на меня. Слушай, слушай, а это, как там с зомбихой-то нормально? Ты пробовал уже, нет? Ну ты всё, нахрен, Мэр Пэйн, сейчас я здесь прям порешаю, ты меня понял вообще? Так, я думаю, не надо делать поспешных выводов, поэтому опустите свой нож. Ещё ты что-нибудь скажешь про Лину? Я порешаю, ты меня понял, Мэр Пэйн, ты не проснёшься. Ладно, ладно, понял, пошли к делу. Так, ты хотел какого-то челика, правильно? Да, я хочу его назначить, ну, какого-нибудь самого недееспособного, чтобы я назначил его в шахтёры. Слушай, у меня есть один придурок, он вообще прям, вот, вообще прям тупой, как дерево. Пошли, я тебе покажу и познакомлю с ним. Ну, мне кажется, он Гейнерас, и Мэр Пэйн, что-то вот, типа. Так, алло, алло, привет, о, смотри, во-во-во, вот это он, смотри, видишь, он весь какой-то розовый, вообще, ну, прям, бездарь какой-то. А, всё, Мэр Пэйн, я сам разберусь, спасибо вам за помощь, всё, болеет сюда, кефарнину больше не вспоминаешь. Так, всё, хорошо, слышишь ты, новобранецкий, знаешь, где находится лаборатория? Да, знаю. Короче, отправляйся туда, там по туннелю пройдёшь вперёд и встретишь, это, есть Жан, там шахтёры, ты их поймёшь, какого-то. Говори с ними, скажи то, что от меня, понял? Да-да, хорошо. Всё, а ты не будешь салатом, будешь мирными работами заниматься, так что всё, давай, вперёд, 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 отправивайся. Спасибо, спасибо. Всё, давай, 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 ну, отлично, всё, назначила-то. Блин, капец, жаль, конечно, что калаш просрал. Фух, вот так ещё один день в этом ужасном мире зомбопокалипсиса подошёл к концу. Я не только просрал свою любовь, но и просрал свой калаш. Насколько же я безнадёжный? Когда я был зомби, у меня как-то лучше всё получалось. Ну что ж, дорогие друзья, а на этом моя серия по зомби подходит к концу. Жизнь не зомби, да, второй сезон. Надеюсь, вам она понравилась. Если вы поставите лайк, кстати, да, не переключайтесь, сейчас будет очень много фейлов смешных, реально, тупо, супер, дофига угара. Вот. Надеюсь, вы поставите лайки, много лайков, давайте, например, 25 тысяч лайков. За эти фейлы крутые, за эту крутую серию, в общем-то. Мы очень старались, надеюсь, вы нас поддержите и поставите свои царские лайки, ребят. Реально, мы реально очень старались, реально очень сильно старались об этом. Поставьте лайк за классную серию зомби, чуваки. Спасибо вам за это уже, но, а мы приступаем к файлам. О, да, да, это, мне очень жаль, что Лина превратилась в зомби, в соболезную. Ну, поверь, эта вылазка была для нас очень полезной. Мы же все-таки смогли найти зомбей, вот этих вот всех. Кстати, как они там? Я не смог отменить. Нет, брат, прости, твоя зомба превратилась в зомби, но это была полезная вылазка лайка. Я ни о чем пожалею. Давай еще раз, хоть возьми байт свою, я не знаю. Нормально. А он еще таким голосом отогрит, типа, его вообще надо срать, знаешь? Я не полезную, ну, жаль, что... Да-да-да, Магни, я хочу это отыграть, я хочу это отыграть. Ну, привет, да. Ну, твоя любимая девушка стала мертвой. Блин, я даже не могу, это так, как ты безэмоционально говорил, даже у меня это не было. Эй, чувак, ну что за... Ты улазка была полезной. Да, ну ты улазка была полезной, классно ты решил поддержать. Ну ты не парься, брат, плюс больше, чем я сам. Я хотел уже просто достать тошу такой, типа... Ай, сейчас убьешь, убьешь, убьешь. А он что, на старту? Да, он на старту. Спасибо за эти 100 рублей, брат. Спасибо за донейшн. Give me a money. Give me a money. Спасибо за донейшн, блядь. Я просто когда сказала это, я поняла, что это как будто я, знаешь, на стримах на донатике отвечаю, блядь. Это было смешно. Лина сама писала о том, что не каждый зомби может стать человеком. Не двигайся, додуш, не двигайся. Давай еще раз. Не двигайся. Лина, все, ладно. Я сейчас, знаете, пытаюсь тебя заржать максимально. Лазить на меня, тыкай пальцем. Я думала, что меня смешило, блядь. Блядь, я думал, я что-то сказал. Да, это тоже такие пункеры. Я думаю, что меня смешило. Я с другого начал угорать. Что-то страшно, знаешь, ты такой, типа, он сидит с этой склянкой и такой, да я препарат тут это, ну как бы это, ну как бы это. Я просто вспоминаю, как пингвин в той серии сказал, ну, типа, он склянки перепирает, ну, то есть дрочит, короче, что-то интересно. Да, да, да. Да я тут препарат. Минус дымайся. Я сейчас как будто бы лаверинец снимаем. Я просто смотрю, как будто в зомби-апокалипсисе. Блин, я сейчас знаешь, что Костя стоит, говорится про серьезные вещи у него в лаборатории. Блин, я три дня нихуя не делаю. Надо спорить. Да, стоишь. Со временем, как всего прокускаешь. Я сижу рядом с Костей. Костя сидит такой, типа, рофлит с твоих слов, улыбается, я показываю на бутылку и начинаю ржать. Костя такой, Костя такой, сидит, смотрит на меня и начинает мне пальцем тыкать вообще. Мне так смешно стало. Ладно, хоть только пальцем, детка. Ну да, мы получается его захватили пять лет назад, вот, до зомби-апокалипсиска, конечно. И после этого начали делать свои новые разорвки. А к зомби-апокалипсиске, а к зомби-апокалипсиске с 13 лет. Ты сам это сказал так. Не, не до зомби-апокалипсиса. Я говорил, до зомби, типа, завод 150 лет назад строили. Нет, ты... Алло, я прям записал, ты прям сказал, что до зомби-апокалипсиса. Нет. Пять лет назад был зомби-апокалипсис. Пять лет назад, я не мог такого сказать, чувак, это вред. Пять лет назад, типа, после зомби-апокалипсиса еще. Ладно, забей, не важно, сейчас просто перезапишем и все. Что такое? Не, ну, как бы, да, давай. Хорошо, вот, держите. Ничего себе. Не, ну, ладно, хорошо. Ну, на самом деле... Что там? Что? Ты знаешь, сейчас скажи, у нас нет никакой информации. Закрывай лапу. На самом деле у нас нет никакой информации. Я бы хотел получить информацию у вас. Давай так, давай так. Давай так сделаем. От сомнений! Ты знаешь, какой-то, какой-то новый сюжет, новый сюжет. Ты просто... И вот мне приходят пингвин, отвлекаешь меня. Ты понимаешь? Да-да, да, пингвин, понял? А я просто слышу, я что-то, я говорю, говорю. А потом, такое, я слышу, типа... И типа, я понимаю, что я на школахался. Всё, ты готов? Я просто на тебя смотрю, как рассмотрю. Давайте я мувну, буду мувать автобус. Автобус. Да, извините, а мувать автобус, да? Типа он наезжает? Тут пацан ломает. А мне что, как гыггутся? Или я просто мувну? Да, ты будешь мувать автобус. Эй, куда, блядь? Блин, тут, конечно, платформа, я не знаю, с платформы поедет. Ну что ж, ребята, а на этой минуте мой ролик подошел к концу. И я в конце хотел бы сказать, что каждый день, или практически каждый день, я провожу стримы на своем твич-канале. Ссылочка будет на него в описании. Вдруг так получится, что вам надоест Майнкрафт, Бравл Старс, Роблокс или другие игры, которые я снимаю на своих основном и втором канале. Вот, для таких, как вы, у меня есть теперь еще твич-канал. Вернее, он как бы мой старый канал у меня был. Вот, там теперь я играю в различные совершенно игры, смотрю всякие видосики с подписчиками, общаюсь просто. В общем-то, там немного другое совершенно общение, не как на основном канале и на втором. Там у меня бывают и маты, и много всего, всяких-то откровений и так далее. В общем-то, если вам это действительно интересно, вот, посмотрите на меня с другой стороны и так далее. Либо так получится, что когда-нибудь вам надоест Майнкрафт, там, Роблокс, Бравл Старс. Ну, короче, игры, которые я в основном снимаю, ну, и вы захотите посмотреть что-то от меня с другой стороны или какие-то другие новинки, то обязательно подписывайтесь, скачивайте приложение Твича, как бы, да, чтобы оповещения приходили не стопудово. То есть, там не подписывайтесь, там называется фоллоу, фоллоу отслеживать, да. Отслеживайте, да, чтобы уведомление приходило, вы залетали и так далее. Короче, я вас жду, мы там реально много, мы там вообще во всё играем. Монополии, всякие игры про Средневековье, стратегии, шутеры, вообще, неважно, мы там играем во всё абсолютно. С подписчиками, просто сидим, общаемся, рассказываем какие-то истории, иногда играем в какие-то суперстарые игры, которые ещё выходили до вашего рождения, я в них играю, ностальгирую. Короче, там своя ламповая атмосфера. Жду вас там, увидимся, но это уже полностью конец ролика. С вами был Демастер, всем удачи и всем пока-пока.